Совет нацбезопасности украинский все-таки занимается персональными санкциями. Ну и судя по всему, следующая неделя по разным причинам и обстоятельствам будет и интересна, и, конечно, для нас крайне болезненная. Но тем не менее. На данный момент известно, что Совет Федерации и Госдума проведут внеплановое заседание 22 февраля. Об этом сообщают пропагандисты РИА Новости, ссылаясь на источники. По словам главы Комитета Совета Федерации по регламенту Тимченко, там собираются принимать законы об интеграции новых регионов в правовое поле России. Другими словами, наши регионы они собираются принимать в это новое поле. Ну и напомню, что, конечно, 21 февраля уже ранее анонсировалось в той же прессе. С посланием Федеральному собранию выступит Путин. Ну и как раз на 22-е назначен митинг-концерт с участием того самого президента-убийцы, на которой, кстати, продолжают собирать массовку за деньги, предлагая по 500 рублей за 3 часа. Хотя мы помним, мы уже это заявляли, что в прошлом году платили 1500 рублей. Но тем не менее, Олег, мы понимаем, что в принципе в России право умерло давным-давно. Мы видим, в общем-то, абсолютно все было уничтожено, конечно, еще задолго до 24 февраля. Но здесь история, что они собираются публично принимать наши территории. Я всегда подчеркиваю с большим удовольствием с тем же Бахмутом, который и близко не захвачен, и где находятся тысячи и тысячи украинских военных с той же Запорожской областью. Я так понимаю, что Херсон, наверное, они тоже будут 22-го принимать в состав или вводить в правовое поле. Что это? Зачем это? Кому это нужно, если в этом ноль сенса? Ноль. Это тогда не имело, когда больше была наша территория оккупирована, а сейчас и подавно? Ну что-то аж надо делать. В любой непонятной ситуации присоединяй территории. Так запишите Киев. Ну Киев, можно сказать, все, мать городов русских, мы вернули под свой контроль. Ничего не поменяется от этого. Боже, как мелко. Ну следующее после Бахмута, условного Херсона, должен быть Вашингтон, Аляска. Не знаю, как там Панасенков когда-то смеялся, нафига мне тут Бердянск, дайте мне Милан. Я хочу туда, да. Да. Ну, Милан присоединить, например. Объявите всех миланцев гражданами России. Ну, мелко мыслят все-таки кремлевские стратегии. Все равно, что тут, что там не дотягиваются. Запорожье как не смогли захватить, так и не могут, и не смогут. Точно так же, как условно Милан. Поэтому абсолютно по барабану, что они там хотят присоединять, что они делают. Они играют на внутренней аудитории. Путин, надо что-то продавать. А все это происходило со слоганами «Можем повторить». Вся эта геополитическая авантюра. И всем очевидно, что не удалось ничего повторить. Только позорно обгадились на весь мир и продемонстрировали, что какая там вторая армия мира. Сегодня уже Британия заявляет, что задействована от сегодняшнего состава вооруженных силах федератов 97%. Армии воюют в Украине. Имеется всего того, что способно воевать. Ясно, что есть силовые подразделения, которые сидят на территории внутри России глубоко. Но все, что может воевать, все, что ударно, 97% здесь. И тем не менее, надорвались, и пупок развязался еще в районе Солидара, которые так и не смогли захватить, и устать только уничтожив, разобрав просто до камней, смогли взять. До того, как с Мариуполем, как с Северодонецком и с другими городами. Так вот, повторить не удается. Потому что, в принципе, в идеале, конечно, Путин хотел бы еще в мае прошлого года заявить, что они повторили. Удалось, завершили. Но теперь будет, значит, продавать процесс. Повторяем. Будет рассказывать, что переломный момент достигнут. И вот сейчас российская армия дотискает. В общем, скоро уже рейстах спалят. И эти картинки будут сопровождаться тем, что вот мы прирастили четыре новых субъекта Российской Федерации. Ну, как прирастили? Ну, так, чуть-чуть совсем. Ну, виртуально. Ну, не контролируем. Ну, кто же об этом скажет? В России не знают, где их города находятся. Вот взять рядового россиянина и спросить у него условную кострому. Не знаю, там, Сызрань какую-нибудь. Найдет он ее на карте? Не уверен. А когда ему говорят про Запорожье, так для него вообще это неведомая зверушка, которая непонятно, где обитает, он их будет искать на другом конце полюса, где-то в районе Австралии, возможно. Поэтому для них это просто название и очередной повод крикнуть «Ура!». Они не знают ни где это, ни что это, ни какой ценой, ни когда оно, и вообще было ли оно или не было ли. Он пускай сначала в поддержку банкинга у себя напишут относительно Крыма и получат ответ, что карточки не доставляем, только на Тамань. Потому что Крым, а и тут уже и ответить не могут. Но карточки все равно не доставляем. Да, здесь просто важно помнить, что я понимаю, что вот как раз не нужно надеяться, что нам удастся это повторить, но в прошлый раз, когда они отмечали свой день Москвы, если я не ошибаюсь, то как раз была деоккупация Харьковской области. То есть вот эта потрясающая харьковская кампания. И все, конечно, потом шутили по поводу того, что они запускали праздничный салют в честь вооруженных сил Украины. Поэтому я не знаю, есть ли какие-то планы у нашего генштаба двигаться вперед на следующей неделе к 20 числам. Но я себе только на секундочку представляю. Вот абсурдная ситуация, если они это все вносят и снова-снова теряют захваченные территории, потому что их возвращают и освобождают нашу территорию. Да, действительно, стоит напомнить, что министр иностранных дел господин Кулеба анонсировал очень плохие новости к 24 февраля. Он, конечно, больше говорил о каких-то политических составляющих, но будем верить, что сюрпризы разные возможны.